Второе послание Коринфянам, 10 глава. Послушайте, о чем тут речь. Пятый стих. «Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающие против познания Божия, и пленяем всякое помышление, послушание Христу». Обратите внимание на то, что говорит апостол. «Не спровергайте всякий замысел и всякое превозношение, которое превозносит себя или идет против познания Божия». Превозношение или превозносящаяся мысль — это то, в чем мирские люди согласились, что именно так и надо делать. Согласно мирскому мышлению, это принято, это нормально. Это неправильное явление, а просто принятое. Мирские люди собираются вместе и решают. Мы соглашаемся в том, что теперь так принято. Вот таким образом в обществе утверждаются ценности и нормы. Кто-то принимает решение, что нечто будет ценностью. Потом это объявляется нормой общества и становится превозносящейся мыслью. Она не согласна с Писанием, и это превозношение. Не знаю, как часто церковь позволяет этим превозносящимся мыслям приходить, в результате чего наш разум становится расположенным к ним, но такие мысли восстают против познания Божия. Библия говорит пленять такие превозносящиеся мысли, а затем не спровергать их. Не спровергать их. Если общество объявило что-либо ценностью и превратило это в норму, то вам, христианину, надо рассмотреть эту норму и решить, не превозносится ли она против познания Божия. Если превозносится, то посмотрите, что происходит. Если вы принимаете превозношение, восстающее против познания Божия, тогда вы ожесточаете свое сердце к тому, что Слово Божье говорит по этому предмету. Говорю вам, я видел, как церковь делает это. Я видел, как церковь ожесточает свое сердце к познанию Божию, к словам, которые Бог говорит об этом. А это произошло потому, что люди размышляли о превозносящейся мысли. А Библия говорит нам, не спровергать их, не спровергать такие мысли. Ничего у тебя не получится. Не спровергайте мысль о том, что у вас будут такие финансовые трудности, что вы не будете знать, что делать. Не спровергайте эту мысль, потому что она восстает против познания Божия. Бог знает, как позаботиться о вас. В Царстве Божьем есть система, как позаботиться о вас. Действия в этой системе, вот о чем думайте, вот о чем помышляйте, и так это должно быть. Прочтем 6 стих 4 главы послания к филиппийцам. Мы продолжаем повторение пройденного. Послание к филиппийцам 4, 6. Прочтем и 7. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет, что? Сердца ваши, и что? Помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только что, истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том, что? Помышляйте. Помышляйте о том, 9 стих, чему вы научились. Помышляйте о том, что приняли, и слышали, и видели во мне. То исполняйте, и Бог мира будет с вами. Бог хочет хранить вас в мире. И в 26 главе книги Исаии говорится как. «Если вы будете помышлять о Нем, Он будет хранить ваш разум в мире. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя...» Обратите внимание, уповает Он. Исаии 43. «Не помышляйте о прошлом». Понятно? «Не помышляйте о прошлых делах». С которыми вы уже ничего не можете поделать. Думаю, вы поняли суть. А теперь к сегодняшней духовной пище. Давайте поговорим о третьей форме, через которую приходит неверие. Через естественное неверие. Через естественное неверие. Я хочу прочесть из Евангелия от Марка, из 9 главы. Евангелие от Марка, 9 глава. Это будет не очень приятным для понимания, но истина не всегда приятна для понимания. К примеру, к вам подходит дама, и она полная. Она знает, что она полная, и спрашивает вас, полная ли она, и вы ей говорите, что она полная. Это будет не очень приятно для нее. Это истина, но не очень ласкает слух. Если что-то неприятно для слуха, это не значит, что это ложь, потому что истина бывает жесткая для понимания. Я прошу вас внимательно следить за мыслью и вникнуть в то, о чем я здесь проповедую. Проблема с этим мальчиком была в том, что он был одержим бесом. Начнем с 14 стиха 9 главы Евангелия от Марка. От Марка 9.14 «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, искрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Послушайте 18 стих в расширенном переводе. «Где не схватывает его, речь идет о бесе, как бы овладевает им, повергает его на землю, сотрясает его судорогами, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими». Вы теперь видите картину. Посмотрите на это с точки зрения описания, которое дает Библия. Ученики Иисуса знают, как изгонять бесов. Они успешно делали это ранее. И в этот раз они попытались изгнать беса, что бы они при этом не делали. После чего они своими глазами увидели, что мальчик испускает пену изо рта. Он скрежещет зубами, у него судороги. Они видят все это и говорят, «Не сработало. Не получилось». Неверие пришло в результате того, что они увидели. Когда вы служите людям молитвой, вы не должны быть под влиянием того, что вы видите в тот самый момент времени. Неверие может прийти, когда вы посмотрите и скажете, «Должно быть, не сработало». Так и получилось. В результате того, что ученики Иисуса увидели пену изо рта, увидели, что мальчик упал, как будто замертво, увидели судороги, скрежетания зубами, бес не вышел, и ученики сделали вывод, что ничего не получилось на основании того, что они увидели. Они попробовали, отец мальчика сказал, что они попытались, но бес не вышел. Вера у них была, а иначе они даже и не пытались бы. В то же самое время, в результате того, что они увидели, к ним пришло неверие. Один мой друг, которого Бог всю жизнь использовал для исцеления людей, рассказал мне, как он молился за парня в инвалидной коляске. Он поднял этого парня из инвалидной коляске, а он упал на глазах у всех, и можно было услышать вздох присутствующих. Ах! В этот самый момент к моему другу пришло неверие. Он не должен был смотреть на людей и слушать то, что они скажут. Но когда это произошло, пришло неверие. Парень не исцелился, и мой друг был в сильном смущении. Я прочел об одном случае, когда Смит Вигглсворт молился за женщину с огромной опухолью. В тот вечер Смиту пришлось чуть ли не драться. Две дамы поддерживали эту женщину, и Смит сказал им, «Пустите ее». Они ее отпустили, и она упала. Он говорит, «Поднимите ее, а теперь пустите». Пусть идет. Женщина упала снова. Как видите, Смит не обращает внимания на тот факт, что она падает. «Пустите ее». В этот раз женщины сказали, «Нет, она снова упадет». Тут кто-то из зала сказал, «Доставьте вы ее в покое». «Вы занимаетесь своим делом, а я буду заниматься своим». И затем он закричал этим женщинам, «Я вам сказал, «Пустите ее». Они ее пустили, и на этот раз она осталась стоять. Суть была в том, что на Смита не действовало то, что видели его глаза. У него не было неверия, блокировавшего веру, вызванного тем, что он видел своими глазами. Вам понятно, о чем я говорю? В противоположность джентльмену, который, увидев своими глазами симптомы, сказал, «Нет, не получается». Откройте Евангелие от Матфея, 17-ю главу. Это благословит вас. Послушайте, это просто потрясающе, и я хочу, чтобы вы усвоили это. Итак, 18-й стих. «И запретил Ему Иисус, и бес вышел из Него». Но послушайте, что сказано в 17-м стихе. «Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и разращенный!» Знаете, что говорил Иисус? «О, бессильное и неэффективное поколение!» В расширенном переводе. «О, неверующее поколение!» Хорошо, слушайте. «И запретил Ему Иисус, и бес вышел из Него, и отрок исцелился в тот час». Мне всегда было интересно, почему в Писании не сказано, и отрок исцелился в ту же самую секунду. Вы когда-нибудь задумывались, почему в тот час? Я вам гарантирую, Иисус не допустил, чтобы то, что Он видел своими глазами, влияло на Него. Дальше. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать Его?» Иисус же сказал им, «По неверию вашему». Двоеточие. Главная тема тут — неверие. «По неверию вашему». Двоеточие. И теперь Иисус делает два утверждения об этом ясном предмете под названием неверие. Поймите, что Он говорит в этой связи. «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете Горесий, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Таким образом, вам не нужно ничего больше, кроме как иметь веру с горчичное зерно. Проблема в неверии, а веры достаточно и с горчичное зерно. Второе. Сей же рот изгоняется только молитвою и постом. Оба эти утверждения относятся к неверию. Довольно долгое время я думал, что это последнее утверждение в 21 стихе относится к бесу. Я считал это место так. Сей же рот, бесов, изгоняется только молитвою и постом. Однако, Иисус говорит здесь не об этом. Есть два важных момента, о которых я хочу сказать вам относительно 21 стиха. Это два богословских момента. Не во всех древних манускриптах есть 21 стих. Поэтому в переводе короля Иакова весь этот стих набран курсивом. Когда вы видите слово или целый стих, набранный курсивом, это указывает на то, что в оригинальном тексте его нет. В некоторых манускриптах этот стих есть, но не во всех, и это первое. Во-вторых, я хочу что-то сказать вам о посте и молитве. И это подтвердит то, что я только что сказал. Неверие. Этот рот неверия. Какой рот неверия? Естественный вид неверия. Неверие, которое приходит в результате того, что вы увидели своими глазами, услышали своими ушами, в результате того, каким образом повлияло на ваш разум и эмоции то, что вы восприняли из физического мира. Этот рот неверия, естественное неверие, изгоняется не иначе, как молитвою и постом. Невежество изгоняется тогда, когда вы учите Слову, и люди принимают его. Неправильная вера уходит, когда вы принимаете только Слово Божье, а не традиционные учения. Неверия, как результат окаменения сердца, уходит, когда вы принимаете решение размышлять об обетовании Божьем, а не о проблеме. Но что делать с тем, что вы видите, с тем, что вы слышите? Вы верите в то, что ваши счета оплачены, но тут кто-то звонит вам и говорит, они не оплачены. Как с этим разбираться? Я запомнил один случай. Мы с Таффи хотели приобрести свой первый дом, и вот, в почтовом ящике я нашел уведомление. Вам отказано. Я принес ей эту бумагу и говорю, что с этим делать? Она говорит, даже не смотри, не обращай внимания. На самом деле, она сказала, порви это. Я взял и порвал эту бумагу. Потом, когда я снова сказал, она ответила, не знаю, о чем ты говоришь. Как видите, неверие пришло в результате того, что я увидел в почтовом ящике. Как с этим разбираться? Дамы и господа, большая часть имеющегося у нас неверия основывается на том, что мы видим, на том, что мы чувствуем. Должно быть, я не исцелился, потому что все еще чувствую симптомы. Должно быть, ничего не произошло, потому что я по-прежнему вижу это. Я молился, но все равно вижу, что эта вещь еще не ушла. Этот вид неверия можно изгнать только молитвой и постом. Это побуждает нас узнать, я хочу проговорить из моего духа, чтобы вы увидели, что я имею в виду. Это побуждает нас узнать, для чего нам поститься. Давайте рассмотрим пару вещей. Пост не предназначен для того, чтобы воздействовать на Бога. Пост не предназначен для того, чтобы воздействовать на дьявола. Пост не действует ни на Бога, ни на дьявола. Пост предназначен для того, чтобы воздействовать на вас. Пост не предназначен для того, чтобы дать вам больше силы. У вас уже есть вся необходимая сила. Евангелие от Луки, 10 глава, 19 стих. «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». У вас уже достаточно силы. Пост не для того, чтобы дать вам больше помазания. У вас уже есть все помазание. Мы входим в 30-дневный пост, чтобы Бог начал действовать. Нет. Предназначение поста — привести ваше тело и ваши чувства в соответствии со Словом Божьим и в соответствии с вашим рожденным свыше Духом. Предназначение поста — привести ваши чувства в такое состояние, когда вы скажете своему телу, «То, что ты не поешь 12, не значит, что ты умрешь». То же самое, если вы не видите проявления исцеления. Это не значит, что оно не произошло. Пост приводит вас в соответствии с вашим рожденным свыше Духом. Пост приводит вас в соответствии со Словом Божьим. Пост приводит вас в соответствии с верой Слова Божьего. Задача поста — подавление плоти. Пост предназначен для того, чтобы подавить плотскость. А что такое плотскость? Что значит, когда человек плотский? Вы плотский, когда ваша жизнь контролируется тем, что вы видите, тем, что вы слышите, тем, что вы можете осязать, тем, что вы можете обонять. Когда ваша жизнь контролируется вашими органами чувств, когда вы доминируемы своими чувствами, вот тогда вы и плотский. Когда вы под владычеством своих чувств, вы плотский. Если же вы духовны, то вы под владычеством Слова Божьего. А если плотский, вы под владычеством своих чувств. И вот что говорит Писание. Вот что говорит Иисус. Такой род неверия изгоняется. Решение этой проблемы только через пост и молитву. Когда вы молитесь на языках, вы также атакуете свою плотскость. Вы помолились три минуты, а кажется, что час. Но вот для этого и нужны пост и молитва. А мы использовали их для всего, но не для того, что надо. Как только вы понимаете, что Иисус уже сделал определенные вещи, вам становится ясно, пост не сделает того, что Иисус уже сделал. Проблема в том, что вы не принимаете то, что Бог уже сделал, из-за неверия, приходящего через механизм ваших органов чувств. Без поста ваше тело не поверит. Вот что происходит. Вы говорите своему телу. Если хватит времени, разберем это подробно. Вы говорите своему телу. Кто-то за вас помолился, и вы говорите, «Слава Богу, я верю в то, что принял исцеление». Но затем ваше тело говорит вам, «Должно быть, исцеление не произошло, потому что я по-прежнему чувствую симптомы». Вот тогда вы говорите своему телу, «Замолчи!» «Мы будем верить Богу». А ваше тело в ответ говорит вам, «Это ты кому сказал, замолчи?» Ты не контролировал меня ни в каких областях жизни. Так с чего ты взял, что ты сможешь контролировать меня в этой области? Как ты можешь говорить мне, замолчи, когда если я требую сахара, ты даешь мне его? Как ты мне говоришь, замолчи, когда если я захочу сделать что-то гадкое, я иду и делаю? Как ты можешь говорить мне, замолчи, у тебя нет такого права, потому что ни в каких областях жизни ты меня не контролируешь. А сейчас ты ведешь себя так, будто обладаешь контролем надо мной. А я говорю тебе, «Это ты замолчи». Тело говорит, «Я устрою истерику, как ребенок, пока ты не дашь мне то, чего я хочу. Я буду трястись и делать все прочее. Я буду вести себя так, как будто ты скоро умрешь, пока не дашь мне сладостей». Не говори мне замолчать, это ты замолчи. Итак, пост для того, чтобы вам установить владычество над своим телом, чтобы, когда вы дадите ему приказ согласиться со Словом Божьим, оно стало это делать. Есть ли подтверждающее местописание? Послание к евреям, 5 глава, 14 стих, где говорится о том, что мы приучаем свои чувства к различению добра и зла. Через пост и молитву мы начинаем приучать свои чувства и их необходимо приучать. Вы скажете, «Мне трудно верить». Начните поститься и молиться, чтобы приучить свои чувства. И цель, чтобы ваши чувства не определяли то, во что вы верите. Но теперь через пост и молитву вы приучаете их, во что верить. Для этого и нужны пост и молитва. А я раньше думал, сей же рот бесов изгоняется только молитвою и постом. С какими-то видами бесов связываться не надо, потому что, чтобы изнать их, придется поститься и молиться. Не собираюсь я из-за вас поститься и молиться. Но так ли это? Разве для того, чтобы изнать беса, надо вначале попоститься? Не об этом тут речь. Но надо приучить свои чувства. И это делается не раз в год. Но надо постоянно приучать свои чувства. Вы сами знаете состояние своих чувств. Может быть, вы постоянно испытываете похоть к женщинам, при том, что говорите, «Я праведен перед Богом». Вам необходимо прибегнуть к посту, чтобы приучить свои чувства. Мы избавлены от похоти. Свои чувства вам надо привести в согласие со Словом Божьим, приучить их. Мне это дано. Бог уже восполнил все мои нужды, и поэтому неоплаченные счета не будут повергать вас в страх, потому что ваши чувства приучены. Вы говорите своему телу, «Вот во что мы будем верить». Ваше тело говорит, «Нет, вы тогда, как тебе понравится еще один день поста». Ваше тело, «Я верю, верю, верю». Вам необходимо приучить свои чувства к этому. Подумайте. Первое, что противодействует вашей вере, это то, что вы видите. То, что вы слышите, ваши эмоции, и то, что происходит в вашем разуме. Чувства необходимо приучать. Писание говорит, что твердая пища для тех, кто ходит в духе, а молоко для тех, кто живет законом. Я вам изложил самую суть. Вы младенец, питающийся молоком, не потому, что спаслись недавно. Вы, питающийся молоком, младенец, потому что по-прежнему пытаетесь жить по закону Моисееву. Но когда вы перестаете жить по закону Моисееву и начинаете жить по Божьей благодати, тогда для вас, живущего по благодати, твердая пища. Те из нас, кто живет по благодати Божьей и по незаслуженному благоволению от Бога, могут приучать свои чувства, чтобы быть способными различать между добром и злом. Слава Богу! Слава Богу! Вам это понятно? Вам есть о чем подумать? Поэтому не ждите, пока я объявлю пост в этом году. И не ожидайте поста ради того, чтобы сбросить вес. Вы скажете, да, ведь постились в Ветхом Завете, но это только ваши слова. В Ветхом Завете не было завершенных дел Иисуса Христа. В Ветхом Завете вы не были под благодатью Божьей. Поэтому тогда молились и постились ради того, чтобы Бог делал то, что сейчас Он уже сделал. Но что делать теперь, когда Бог сделал все, что Он хотел сделать? В Ветхом Завете у пророка была особая функция, но теперь под благодатью она другая. Пророк — это тот, кто дает подтверждение, увещевание относительно того, что Бог уже сказал. В Ветхом Завете функция пророка была вести и направлять, но под благодатью мне не нужен пророк для лидерства и руководства. Сейчас меня ведет и направляет Дух Святой. Пророк лишь подтверждает то, что Дух Святой ведет и направляет меня делать. Поэтому мне не надо, чтобы пророк подходил ко мне и говорил, «Дух Божий сказал мне подойти к тебе и сказать это». У меня есть Дух Божий. Мне не надо, чтобы вы подходили и говорили мне это. Если же вы подошли подтвердить Слово от Бога, я вам скажу, правильно ли вы услышали Господа. Однако, если я этого не слышал, не подходите и не говорите мне это, как будто у меня нет того, кто направляет меня. Именно это и говорит Библия, в восьмой главе послания к евреям. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, «Познай Господа, потому что все, от малого до большого, будут знать меня». Аллилуйя! Слава Богу! Я верю, что Бог будет это делать. Я верю, что Он будет это делать. Я завишу от незаслуженного благоволения Божьего. Но вот время для поста и молитвы, когда ваши чувства борются с вами, когда через то, что вы видели, к вам пришло неверие. Ваша вера не сработала, поэтому вам надо разобраться с тем, что вы видите, с тем, что вы слышите, с тем, о чем вы думаете. Вам надо разобраться со своими эмоциями. И, возможно, хорошая идея. Я сегодня объявлю пост и дам моему телу знать, оно должно быть в согласии с моим рожденным свыше духом. Вот во что мой рожденный свыше дух верит вместе со Святым Духом. В это будет верить мой разум. Тело. Ты должно верить в то же самое, и мы не будем руководствоваться тем, что ты видишь.